Итак, насколько, будем говорить так, есть что-либо такое в этой таблице, чтобы вас каким-то образом удивляло или же всё логично? Я думаю, что всё закономерно. Чемпионство «Спартака», второе место «Локомотива», третье место «Зенита», ну и здесь тоже самое в нижней части турнира таблицы, наверное, покинули команды «Тек». Кстати, Комарам было за что мстить «Зениту» ещё накануне матча основных составов. Матч «Дублёров» «Зенит» выиграл 2-1. Такие, в общем, мысли были и такие, так сказать, разговоры. «Дубль выиграл, основа сгорит». Уж лучше бы, так сказать, пускай основа выигрывает. Об этой примете Анатолий Давыдов рассказал ещё после матча со «Спартаком». Тогда не сбылось. «Дубль» выиграл 3-0, основа 2-1. Визит в Ростов-на-Дону ещё раз опроверг эту маленькую футбольную теорию. Дубль «Зенита» в белых футболках. Вот нарушение штрафной ростовчан. И жёлтая карточка игроку обороны ростовской команды. Счёт открывает Александр Петухов. А теперь комбинация на загляденье. Дмитрий Огородник пропускает мяч, и удар Сергея Васиновича в ближний угол не отразил. Свой единственный мяч хозяева проводят с пенальти. А вот что не попало в отчёты о матче дублёров. Юный воришка пытался увести бумажник, за что получил двух от хозяина и был выдворен с трибуны доблестным работником правоохранительных органов. «Дубль» «Зенита» выиграл в девятый раз в сезоне. Больше, чем любая другая команда. Первое место в турнирной таблице – награда подопечным Давыдова за упорство, проявляемое в каждом матче. На следующий день основной состав «Зенита», как и дубль, начал тоже здорово. Петербуржцы сразу осваиваются на поле соперника, игроки Росельмаши не поспевают за ними, и нарушение в штрафной площади против Максима Деменко на 18-й минуте матча как раз из этой серии. Он меня там захватил так, что мне уже деваться некуда было, и я поднесся, упал на газон, и судья поставил 11-метровый, то есть он был справедливый. Даже вот разговаривая сейчас, там просто пресс-конференция, Байдачный хотел дать протест, но потом, увидев эпизод в камеру, он не стал подавать и видел, что действительно финальки был 100%. 1-0. Особую надежду ростовские болельщики почему-то возлагали на новобранца команды, темнокожего футболиста Харуна. Опекать нападающего сначала взялся Алексей Игонин, а затем Валерий Цветков. Хороший, быстрый игрок бежит, скорость у него очень хорошая, такой настырный, и корпусом прикроет такой, ничего, такой хороший, я думаю, он еще покажет себя как игрок. В этом матче Харуне Цветков показать себя не дал. Посмотрите, как плотно он его опекает. А вот в первом тайме Закириченко Цветков не уследил, а гол-то получился очень красивый. Тут вина, можно сказать, полностью моя, что я не усмотрел, прозевал, как говорится, немножко его, и так получилось, что он забил гол. В конце концов, не было бы счастья, да несчастье помогло бы. Несчастье новобранца Рассельмаша от Тарахиза Нишвили. Бывший игрок Спартака в совершенно безобидной ситуации посылает мяч в собственные ворота. Что теперь будет с дебютантом? Ну так и что, ну забил человек, ну, зад неправильно применил, чтобы продлить мяч дальше головой. Он сыграл, да? Ну что, Роди, убиваешь вот за это? Встреча первого круга завершилась со счетом 2-0 в пользу «Зенита». Не могли дать однозначного ответа даже самые ярые поклонники команды. Дорожниками вполне справедливо. Удивительно, но согласен с этим и главный тренер «Зенита» Юрий Морозов. По его мнению, его подопечным в Лигу чемпионов пока рановато. Мы слабее локомотива, об этом даже и говорить нечего, понимаете? Поэтому возможно, что мы начнем скупку UEFA, и так же, как они встанем на ноги, а потом уже будем играть и скупки чемпионов. Что касается поединка последнего тура с покидающим высший дивизион черноморцем, то сложился он для «Зенитовцев» весьма непросто. Моряки проявили завидное упорство в ничего не значащем для них матче и заставили изрядно поволноваться соперников, и их «Нита» вызвал массу пересудов. Речь идет о пенальти, назначенном Баскаковым в ворота гостей за снос Кобелева. Многим показалось, что нарушение произошло до штрафной. Однако судья без колебаний показал на 11-метровую отметку, и, судя по оценке инспектора Кузнецова, был прав. Так это или иначе, но уже в 17-й минуте «Зенит» вел 2-0, и максимум на что хватило черноморца на гол престижа. С окончанием встречи студион Петровский притих и стал дожидаться результата «Израаминского». Продолжение следует...